Здравствуйте, мой влог. Ничего святого. Сергеем Поярковым, я тут художник, который может обидеть каждого на Украину и на Израиль. В обоих случаях напал непримиримый враг, который хочет уничтожить ту страну, на которую пошел войной. Что для России Украина является неприемлемым в качестве независимого государства и само существование, они не могут переварить. Точно так же и для напавших террористов на Израиль сам факт существования Израиля и есть причина нападения. То есть здесь практически одинаковая ситуация, мотивация, но что очень сильно отличает, это как власть относится к своим гражданам. Вот здесь разница колоссальная. Ну, во-первых, в Израиле никто не запретил все средства массовой информации, не ввел единый марафон. Там есть военная цензура, которая не позволяет рассказывать о перемещении войск, о попаданиях. Короче, там во всех изданиях, которые остались, не закрыто ни одно. Просто есть определенные требования, чего нельзя рассказывать. Вот о военных вещах, которые могут помочь противнику, рассказывать нельзя. А о том, что есть косяки действующих политиков, рассказывайте сколько угодно. То есть смотрите, все средства массовой информации Израиля в один голос обсуждают, что власть провтыкала, власть виновата. То есть у нас тоже власть провтыкала, у нас тоже дурноватая власть звала на шашлыки. Но в едином марафоне, который заменил собой все. Вы не услышите об этом ни слова. Это нас сильно отличает от Израиля. Потому что такое презрительное неуважение к своим гражданам, которые демонстрирует Зеленский. Зеленский же врал нам, что если он хоть раз нарушит закон, он тут же уйдет. Он уже нарушил закон десятки раз. Он не просто не собирается уходить. Он бы с удовольствием ушел всех нас. Ну вот, чтобы мы не замечали его воровство, да он прямым текстом говорит. Он собирает журналистов и говорит, знаете, давайте вы не будете рассказывать о том, как ворует мое зеленое окружение, а то нам будут помощь плохо давать. Вообще-то, когда в Израиле рассказывают о том, что происходит в Украине, у них волосы встают дыбом. Они не представляют себе, чтобы израильские солдаты покупали себе обмундирование. Когда им рассказываешь, что вот у нас вороватая власть зеленой команды закупила дешевые китайские турникеты, и люди сами за свои деньги разыскивают себе качественные натовские. Когда израильтянам рассказывают, что у нас закуплены летние куртки, которые проданы в армию как зимние, они не верят. Они не верят у нас, чтобы вы понимали. Я им когда это рассказывал, у них просто, у них оторопь, у них ступор. У нас командиры подразделений просят спонсоров, частей соединений наших, спонсоров, чтобы они простимулировали в Венштабе, чтобы выделили новую технику, которую бесплатно дали их подразделению. Потому что просто так давать не хотят, и очень просят как-то позолотить ручку, как-то простимулировать. Причем в большинстве случаев в бутылке коньяка вы же не обойдетесь. У нас поразительно то, что волонтеры до сих пор играют такую существенную роль, а в Израиле нет притулы. Они не опритулились, они не запритулили себя в полный позор. У них такого нет даже близко. Да, там люди, конечно, готовят кофе, помогают. У них тоже огромное движение, но чтобы частные лица занимались закупкой техники на вот таком уровне. Просто подождите. У нас все сделано через задницу. У нас абсолютно иначе, чем у них. И когда смотришь, что происходит в Израиле, у них прямым текстом говорят, что первым делом после победы, в которой никто не сомневается, мы на короткий поводок и на цугундер будем допрашивать наших провтыкавших. У них их глава секретной службы публично вышел, буквально недели не прошло, и сказал, что берет вину на себя. Это его вина. Меня бесит молчание Баканова. Он же тут живет недалеко. Журналисты-расследователи тут рядышком. Поедьте спросите. Не, ну у нас журналисты-расследователи, всякие там украинские правды, купленные фиалой и проданные обе президента. Они не интересуются. Им это не интересно. Весь Израиль увидел, что люди признают свою вину и берут на себя ответственность. Ни одна зеленая мразь не взяла на себя ответственности. Ни разу Зеленский не извинился ни за один свой провтык. Это он нарочно так Порошенко подыгрывает? Порошенко хоть периодически приносил извинения. У него таких косяков и ухрехов, как у Зеленского, не было близко. Зеленский обогнал его десятикратно, и я сейчас не собираюсь. Не собираюсь хвалить Порошенко ни на секунду. Просто все украинские президенты делали косяки. Но таких позорных, таких ужасных и отвратительных, как Зеленский и его команда не делал никто. Да, и у меня как у киевлянина вопрос. Насчет комендантского часа. Мы же прекрасно понимаем, что эта власть раздает пропуска, причем не бесплатно, куча людей. У нас эта власть гуляет по ресторанам, аж гайгудая по Киеву. Мы прекрасно понимаем, где. Опять, да, я понимаю, что всех этих псевдорасследователей ткачеобразных и остальных, их не интересует на самом деле приехать и показать, как во время войны жирует власть на ворованные деньги. Но мы-то понимаем, что вообще вот этот комендантский час, он вообще на сколько, на когда, почему за полтора года, слушайте, я и так езжу по дорогам, я прекрасно вижу, куда едут панцергаубицы, просто днем, ну едут, едут гепарды, просто днем, я вижу перемещение техники, днем. Ну хорошо, ночью происходит то же самое. Но Киев прикрыт со всех сторон. Зачем многомиллионный город погрузили в комендантский час? Ну серьезно, ну у нас уже линии фронта здесь нет. Когда есть реально, нет, я понимаю, что есть комендантский час в тех городах, которые регулярно обстреливаются. Я понимаю, что там, ну в Харькове он необходим, потому что, ну вот действительно, это практически там рядом линия фронта. Но пока у нас нет линии фронта, можно его временно снять? Нет, его можно ввести в один день, если, не дай бог, появится проблема. Но зачем, в чем необходимость вот этого комендантского часа до сих пор в Киеве? Почему это не является предметом дискуссии? Ну давайте создадим вопрос и услышим ответ. Я хочу дискуссию, чтобы специалисты пришли в студию, объяснили, почему надо, а их противники, которые говорят, что не надо, вступили бы с ними в дискуссию. Это называется свобода слова. Потому что я хочу знать, я не верю, что он так необходим. И меня не убеждают сказки зеленых, что без воровства мы Россию не победим. Они воруют ежедневно у нашей армии и упрекают тех, кто об этом воровстве говорит. Причем они хотят, чтобы мы заткнулись по поводу их воровства зеленого, а они не собираются прекращать воровать. Я смотрю на ситуацию в Израиле и на ситуацию в Украине. И при схожести глобальной ситуации, вот с войной, когда на тебя напали для того, чтобы тебя уничтожить и просто стереть твое государство с лица земли, я вижу такой контраст. Ну в плане отношения власти к своим гражданам. Такого подлого презрительного неуважения, какое демонстрирует наша власть. Близкого вы не найдете в Израиле. Там все совершенно по-другому. И, наверное, нам надо взяться за ум, я имею в виду власть, и относиться к людям и вообще к ситуации, как в Израиле, а не как у нас до сих пор. Поэтому обязательно напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Подпишитесь на мой влог, поставьте лайк, оставьте комментарий. А победа, друзья мои, и в украинском, и в израильском случае будет, потому что за каждым из нас не заширеет.